Север Шоу 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 В четверг 52 года исполнилось участнику группы Би-2 Александру Уману. Ты так прекрасна моя любовь. Шестого февраля прославленному фигуристу Петру Чернышеву исполнился 51 год. И в это же воскресенье свой 61 день рождения встретит мэтр телевидения Константин Эрнст. А еще на этой неделе случились такие неформальные праздники, как День Эрудита, праздник хорошего настроения и День Чудных Чудаков. Мне кажется, что все эти качества присущи моему сегодняшнему гостю. Он шоумен, поэтому про настроение и чудачество это точно к нему. А как же эрудиты связаны с шоуменом, спросите вы. И я вам отвечу, что без развитых и интеллектуальных способностей в шоу-бизнесе и юморе просто невозможно существовать. И мы будем об этом говорить с нашим звездным гостем Михаилом Голустяном. Или, как его называют на сцене, Супер Жориком. Всем привет, я Миша Голустян. Наконец-то южные люди добрались до севера. Пойдемте. Север. Мой компас меня не подвел. Ой, как тут красиво. А пока я предлагаю познакомиться с обзором аккаунтов знаменитости от нашего эксперта Рада Замутин на тему эрудиты шоу-бизнеса. Рада, привет! Скажи, как у тебя с эрудицией? И надо ли артисту и телерадиоведущему быть интеллектуально подкованным? Да, конечно. Если только нет цели произвести впечатление наивной глупышки. Вряд ли ведущим развлекательных программ нужно быть доктором физико-математических наук. Но любознательным человеком непременно. Ну тогда жду обозрения о самых умных медийных персонах. Специалисты оценили IQ хулигана отечественной рок-сцены Сергея Шнурова 135 баллов. А еще Шнур целых три года учился в духовной семинарии. Так что дерзость и стихи, щедро приправленные нелитературной лексикой, это часть сценического образа, уж точно не отсутствие интеллекта и воспитания. Натуральный блондин Коля Басков человек приятный абсолютно во всех отношениях. Его IQ оценили в 120 баллов. Кстати, Николай защитил кандидатскую диссертацию по теме специфика переходных нот для голосов, пособия для композиторов. Ни одно образование имеет балерина Анастасия Волочкова. Сначала Анастасия отучилась в Академии русского балета имени Вагановой. После выбрала высшую школу экономики. Поступил туда с первого раза и прошла обучение по специальности менеджмент. Именно это помогло звезде открыть свою школу. Мисс Вселенная 2002 Оксана Федорова своим примером доказывает, что красивые женщины могут быть еще и умными. Судите сами, Оксана майор полиции, кандидат юридических наук, посол доброй воли ЮНИСЕФ. Браво! Шоумен и продюсер Семен Слепакова учился на переводчика французского языка. Получил степень кандидата экономических наук. Но в итоге стал музыкантом и продюсером. Ушел в творчество. А вот что по поводу эрудиции говорит артист Атма, который сегодня поет в твоем шоу. Я в какой-то мере считаю себя эрудитом, повышаю свой интеллектуальный, нравственный уровень изо дня в день. Соответственно, это нужно всем людям, но мне, как музыканту и писателю, нужно вдвойне и втройне, потому что я пишу тексты, мне нужно впитывать как губка всю нашу реальность, профильтровывать ее и выпускать через себя для вас. Так что читайте книжки, будьте умными, блин! Спасибо, Рада. А сейчас расскажи нам, пожалуйста, о контенте еще одного эрудита шоу-бизнеса Михаила Голустяна. Михаил, как и многие другие комики, обладает умом и сообразительностью. В юморе без этого никуда. В соцсети он не выкладывал свой школьный дневник, но то, что в нем, по крайней мере, до пятого класса были одни пятерки, это факт. В инстаграме на Михаила подписаны 12 миллионов человек. Рассказывают о новых проектах, выступлениях, мероприятиях. Поклонники Михаила, судя по активности, просто его обожают. Посты моментально набирают лайки, даже если Голустян позаимствовал видосик, который зашел лично ему. Есть и семейный контент. Михаил регулярно признается в любви своей жене-красавице Виктории и своим двум дочкам. Не так давно у Михаила появилось, или проявилось, альтер-эго Супер Жорик. Голустян начал выпускать треки. Супер Жорику завели отдельный аккаунт. Но пока ему далеко до главной странички артиста. Ничего, все впереди. Спасибо, Рада. И это была Рада Замутин, наш обозреватель благосферы и звездных аккаунтов. А сейчас наше шоу продолжится в компании Супер Жорика. Миша, привет, проходи. Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Приветик, приветик, приветик. Блин, рад тебя видеть. Взаимно. А еще музыка такая включает. Так мы тебя встречаем. Уже, по-чему, кстати, первого гостя за, там, не знаю, за 60 программ или 100 программ, сколько было, мы первый раз, кстати, я так поняла, под музыку. Ну, это хорошо, когда южные люди заходят, должна музыка включаться. Если понравилось, можем еще раз. И так всю программу, ты только берешь и заходишь, да? Прекрасно. Я когда шел и говорил, наконец-то южные люди добрались до севера. А, кстати, да, между прочим. Вот так вот, да. Я поудобнее сяду. Да, конечно. Так вот, так видно меня, да? Или, наверное, слишком вальяжно, нет? Я думаю, ну, если нам режиссер разрешит, то, в принципе, нет, ты еще сказал, нет. Слишком много. Строго, видишь, как сядется. Да, да. Ну что, на этой неделе у нас были неформальные праздники. Я не знаю, знаешь, ты или нет. Короче, это был День Рудита, День хорошего настроения и День чудесных чудаков. Представляешь? Вообще день. Я думаю, что тебя можно со всеми праздниками поздравить, если честно. В какой-то степени, да. Особенно к последнему, да. Чудесный чудак, это, видимо, про меня. Слушай, ну мы все чудаки, потому что, мне кажется, в творчестве без чудачеств вообще невозможно. Это точно. Нужно давать полет фантазии. Да, да. Обязательно. И без этого никак. Скажи, ну вот, допустим, артист или шоумен, он должен быть эрудитом? Ну, я думаю, он должен быть подкован, в принципе. Эрудитом быть не обязательно. Но, по крайней мере, быть в теме всех событий, держать руку на пульсе, следить за тем, что происходит, за новостями, за новостями шоу-бизнеса, понимать, в какую сторону дует ветер. Сейчас, особенно в наше, так скажем, непростое время, юмористам вообще сложно, там нельзя шутить про это, здесь про это аккуратно надо шутить, ничьи чувства задеть нельзя, поэтому надо всегда держать руку на пульсе. И при этом в интернете все шутят на все темы, везде все можно, понимаешь, поэтому тоже палка о двух концах. Скажи мне, а вот в юморе есть зависимость? Чем выше интеллект, тем интереснее артист? На каждого юмориста есть своя аудитория. Да, то есть я уже в силу того, что огромное количество, уже сколько там, больше 20 лет я занимаюсь юмором, я понимаю, что для взрослой аудитории я шучу определенным образом, для детской аудитории я определенным образом под формат подстраиваю. Для молодежи нужно на их языке шутить, то есть на какие-то там международные темы нужно в определенном формате. То есть очень сложно сейчас пошутить, и чтобы все это оценили по достоинству, потому что у каждого сейчас свои интересы разделилось немножечко. Слушай, ну это довольно-таки сложно, очень тонкая история. Очень непросто, так сказать. Я в первый раз задумалась, и думаю, конечно, должен быть и подкованным, действительно все знать, это я согласна. Слушай, вот ты своим альмаматором, все, что у тебя было пройдено, для тебя это достаточно, или ты все время чему-то учишься? Ну, в последнее время больше с собой занимаюсь, то есть не то, чтобы я там учусь... То есть маникюр, педикюр? Нет, нет, я... Я шучу. Ты что с собой занимаешься? В том плане, что занимаюсь больше личностным ростом, нежели какие-то навыки получаю, потому что уже, в принципе, большинство навыков получено. Современные молодые знаменитости, которые к вам еще часто приходят, говорят, что им некогда учиться. Они вот не поступают в вузы, да, то есть не совершенствуют. Они только тиктокуют и считают, что это важнее. Вот как ты к этому относишься? В последнее время понятие высшее образование немножечко, так скажем, стерлось. В какой-то степени, если человек не хочет складывать свою жизнь с определенной профессией, ему, может быть, и не нужно это высшее образование. То есть достаточно... Сейчас же огромное количество курсов, всяких практик, всевозможных семинаров, вебинаров, все что угодно есть. То есть сейчас на первое место, помимо высшего образования, выходит так называемый soft skill, дополнительные навыки. То есть когда берут человека на работу, понятно, что он говорит, у меня есть высшее образование, и все говорят. Это понятно, вы все говорят, soft skill какой у вас есть. Английский, еще какие-то дополнительные навыки, какие вы... Слушай, ну я не верю, что ты своим дочкам все-таки не говоришь о том, что нужно поступить в институт, и все-таки... Нет? Если мои дочки будут считать себя счастливыми, при том, что они получат какие-то конкретные навыки без высшего образования, ну, пожалуйста. Я понимаю, если человек хочет связать свою судьбу с медициной. Ну, это не обсуждается. Я думаю, конечно, вот то, что касается творчества, я, наверное, соглашусь. Наверное, да. Тут талант и, да, может, опыт все правильно. Ну, вот смотрите, я человек, не имеющий творческого образования, так скажем. То есть у меня нет высшего образования театрального или киношного. Но я получил эти навыки, так скажем, пройдя практику в КВНе, дополнительных съемках, телевизионных шоу. Нужно ли мне это высшее образование? Может быть, не нужно, может быть, нужно. Ну, по крайней мере, я считаю, что куда надо, меня приглашают, в общем. Миш, как ты относишься к критике? Смотря к какой критике, да. Ну, хорошо, если она... К конструктивной критике я очень хорошо отношусь. Более того, я считаю, что любому творческому человеку просто необходима конструктивная критика в виде какого-то фидбэка, потому что нужно понимать. Ну, либо бывает так, что человек настолько уверен в своем творчестве, что ему просто все равно на эту критику. Ну, творческие люди редки, кто уверен в своем творчестве. Мне кажется, все рефлексируют, все переживают, все сомневаются. Молодые реже рефлексируют. А ну да. Когда постарше, тогда уже начинаешь прислушиваться, особенно когда у тебя за спиной очень большой багаж, и ты уже начинаешь аккуратно идти, чтобы не споткнуться, потому что тяжело будет встать. А когда ты молодой в начале своего творческого пути, ты готов расшибаться, падать, вставать, делать ошибки. Я хочу сейчас тебя познакомить с нашим детским контентом. Это наши, да, критики маленькие. Я хочу, чтобы ты услышал то, что они прокомментировали, когда увидели твои фотки. Давай посмотрим. Ну, например, он может развлекать детей. Я не помню, как его фамилия, но его зовут Миша. Он снимается в этом, там, Миша портит все, я видела. Он очень всем знаком, это, я уже не помню, а вот, все вспомнила, Миша Галустян. Он в фильмах, сериалах и в рекламах снимал. Прикольно, прикольно играет. Смешно, смешно. И еще он, ну, как бы очень красивый и популярный. Похож на какого-то, на какую-то кису. На какую-то, а какую-то кису, на кису. Кису, ну, потому что я в леопардовом гостинчике. Вообще, ну, представляешь, ух ты, видишь, как. Ну, детей обманешь. Да, действительно, конечно. Артист красивый вообще, киса. Это же очень известный парень, как его. Как он утром. Класс. Чему дядя радуется? Может, его кто-то развеселил или что-то было смешное. Купил себе новую квартиру. Или на отдых просто поехал. Купил себе новый халат. Потому что он пришел в дом, решил сфоткаться, как я всегда фоткаюсь. Или он что-то новое снимает, ну, такое крутое что-то ему предложили снять. И попросил кого-то, они рассказывают, может, какую-то плохую шутку. И он улыбнулся. Ну, и почему ты так улыбнулся? Да, в чем-то они были правы. Я купил себе новый халат. И квартиру еще новую. И новые съемки за те. Поэтому я очень рад. Прекрасно. Ну, смотри, дети пофантазировали, конечно, по полной шкале. Как тебе песня, дядя? Нормально. Прикольная песня. Некоторых персонажей узнала. Например, Моргенштерна. Его. Мне только не понравилась эта русалочка. Я поняла, что это, наверное, его какая-то песня, но это мне вообще не нравится. Ужасно, правда. Если он будет это смотреть, не снимай больше такого. Пожалуйста. Я его видела, уже смотрю его сто раз. Мы с папой смотрели, с семьей. Ну, это вообще как бы из мультика старого. Союз мультик ему был взят. Если бы вот в Ютубе его выложили, и там мультик был такой, я бы смотрела целый день. Вот откуда миллионные просмотры. Я уже посмотрела сто раз и с папой, и сама, и вообще вот так вот. Ну, стоит отметить, этот клип занял третье место в Ютубе по итогам года. То есть из всех музыкальных клипов я вошел в тройку. Это вообще удивительно. Хотя, чего я удивляюсь, дети очень смотрят много этот клип, потому что это мультик. И это не Союз мультфильм, а некогда бывший Ереван мультфильм. Армен мультфильм, по-моему, да. Студия Саакянс, которые рисовали мультик про русалку. И, собственно, ну и там вот все наши герои нашего шоу-бизнеса. А скажи честно, твоя идея была изначально вообще? Мультик, чтобы именно сделать? Мы все творчество с Гариком Мартиросяном вместе кумулируем. И все это плод коллективного творчества. Сейчас очень сложно вспомнить, кто конкретно что придумал. Но Гарик в большей степени генератор идей. А наш проект носит не только развлекательный характер, но и занимается благотворительностью. Мы рассказываем о больных детках, которым нужна наша с вами помощь. Этот мир бывает жесток и несправедлив. Но только в наших с вами силах сделать его лучше. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. А преждевременные роды могут иметь осложнения для здоровья ребенка. Алеша родился на свет весом всего 480 граммов. Родители были счастливы, узнав, что их малыш жив. Но когда мама впервые увидела своего сына, эмоции были отнюдь нерадостные. Я плакала, ревела, у меня уходила земля из подмог, потому что таких маленьких детей я видела первый раз в своей жизни. Он был подключен к множеству трубочек, стояло очень много капельниц. Безусловно, он дышал на аппарате ЭВЛ. Дети, рожденные раньше срока, имеют недостаточную физиологическую зрелость. Их органы не в состоянии с первых дней жизни полноценно работать. Одна из самых распространенных проблем – это недоразвитость легких. Как правило, этим малюткам требуется кислородная терапия на специальном оборудовании. Ведь самостоятельно дышать они не могут. Для Виктории Маша была долгожданным ребенком. Но она практически ничего не знала о проблемах недоношенных детей. И что ей предстоит долгий путь в борьбе за здоровье и жизнь своей дочери. Были страхи, что не поползет, не поднимет волку. Были страхи, что там зубы как-то. На самом деле, все это есть. То есть и зубы вылезли. Мы практически сидим, мы все подряд едим. Мы любим общаться, очень любим общаться. Как и в большинстве подобных случаев, Никита также родился кислородозависимым. Часто дети, родившиеся раньше положенного срока, сталкиваются с рядом сложных сопутствующих диагнозов. У него была перфорация кишечника, заражение крови. Он был очень тяжелый. Никаких шансов на выживание не давали. Врачи чуть ли не прямым текстом говорили о том, что он не выживет. Потому что ребенок очень слабый. Без осложнений не обошлось и для Максима. Кроме дыхательных патологий, у него серьезные проблемы со зрением. Как говорят врачи, у него есть только светоощущения. Было нам 8 месяцев, когда мы выписались домой. Диагнозов было куча. Самый такой диагноз – это глаза от слойка сетчатки. Шесть раз оперированные на сетчатку. Были частые апнои у нас, частые госпитализации. Без кислорода у него организм будет пытаться этот кислород забрать, и возникнут тогда изменения в легких и сердце, которые очень быстро могут привести, к сожалению, к выраженной декомпенсации с самым худшим исходом. Средства на приобретение и даже прокат кислородных концентраторов и пульсоксиметров есть далеко не у всех семей, где родились недоношенные младенцы. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки необходимой аппаратуры. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить СМС на номер 3434 с текстом «Кислород. Пробел. Сумма пожертвования». Например, «Кислород. Пробел. 300». И обратите внимание, что потребуется СМС-подтверждение платежа. Спасибо всем, кто помогает детям. Я напомню, что вы смотрите «Север Шоу». И у меня в гостях Михаил Голостян. Миш, как ты относишься к кино? Как зрители? Потребительски. Кино я отношусь к... Как часто ты потребляешь, скажи мне, пожалуйста? Кино? С периодичностью. Я люблю смотреть кино. Разное кино смотрю. А все-таки в кинотеатре ты предпочтешь, если у тебя будет возможность, выбор, или ты так дома на диванчике, чтобы никто не беспокоил? Есть картины, которые я должен посмотреть именно в кинотеатре, поскольку они первыми выходят в прокат в кинотеатре, чтобы быть в курсе событий, чтобы понимать, чтобы как-то остро шутить на эту тему, либо поддержать разговор. Либо я иду в кинотеатр, потому что это какой-нибудь хороший блокбастер, или экшен, или фантастический, там, интерстеллар какой-нибудь, который надо смотреть в Аймаксе, 3D в очках, чтобы все было действительно с эффектом погружения, ощущения. Ну, я про кино заговорила не просто так. Настало время кинообзора. Рядом с тобой сейчас присядет наш кинокритик. Приглашаю в студию «Север-шоу» Константина Михайлова. Костя, здравствуй, проходи, пожалуйста, привейте. Здравствуйте, Константин Михайл. Привет. Присаживайтесь. Спасибо большое. Начнем с российской кинокомедии, которая называется «Короче, я женюсь». Словосочетание российской комедии, да еще и в опасной близости со словом «женюсь». Еще и в опасной близости со мной. Да, скорее пугает, чем, так сказать, заставляет посмотреть, и привлекает, но только в том случае, если там не снимается «Голустян», конечно. Тогда комедия 100% идеальная. Либо он спродюсировал, вот так вот. Но в этом фильме не снимается, поэтому тревожно становится как-то. Давайте дадим шанс. Вдруг хоть паре мест будет смешно, в остальных хотя бы не стыдно. Ну, вот Маклаков, кстати, играет. Я его нахожу очень крутым, комичным актером. Вообще он, в принципе, гениальный артист. Мне очень понравилось с ним работать вообще. Безрукова, вот вижу. Да, Ира. Хороший ансамбль актерский. Да, именно. Но в принципе, я не знаю, в этой картине молодой режиссер, никому неизвестный, вот молодые никому неизвестные актеры, за исключением, как Миша совершенно справедливо отметил прекрасную Ирину Безрукову. И гениального, на мой взгляд, и Миша со мной солидарен, конечно, Маклакова Алексея. Шикарный артист. Сюжет без спойлеров не расскажешь. Так что, кто действительно собрался смотреть, заткните уши и не пытайтесь читать по губам. Я постараюсь ими не шевелить активно. Итак, не шевеля губами. Главный герой Костя собирается в загородном коттедже со своими друзьями, что рассказать о своей фаволке, и все идет хорошо, пока друзья не узнают, кто невеста. А Костя не узнает, это я, чтобы без спойлеров. Я поняла. А Костя узнает, что невеста переспала практически со своими друзьями. О-о-о. Вот так упеканник. Лес. Все, спойлеров закончился. Сюжет. Санта-Барбара. Да, да, да. Как бы сказал Басов, помните, в фильме, о, сюжет, пальто драпало, да? Это же, это из, я иду, шагаю по Москве. Слоган фильма «Ложь во благо – залог идеальной семьи». И он вызывает у меня серьезные опасения и сомнения в грамотности его придумавшего человека, потому что ложь во благо – это неправильно. Правильно? Клади. Я оценил шутку. Спасибо. Короче, я женюсь. Да что, блин, свадьбу? Ну, нет, ну, Андрю, хочу сделать предложение. Мы вроде встречаемся пару недель, а я чувствую. Оно. Ну, то есть она? Ну, да. Сейчас я тебе ее покажу, иди сюда. Вот она. Настя моя. Зацени. Нравится? Я ничего не скрыл, и Андрея скрыл. На хреново, что и у меня с ней до него было. Второй фильм. Еще одна российская комедия. Вот сейчас прям совсем страшно стало, да? Еще одна российская комедия. Еще, знаете, очередная. Очередная российская комедия. Очередная российская комедия. Это такой, да-да-а-а. Да, такое, что-нибудь пугающее такое из эффектов. И тоже молодой, малоизвестный режиссер. И такие же актеры, кроме Николая Наумова из «Реальных пацанов», мы знаем его. Это такой сериал экспериментально снятый. И Юрия Стоянова. Ну, там мы понимаем. Еще Ольга Вениченко. Прям очень хорошая актриса. Да еще и прекрасный внешний притом. Яйцов и Берже. Два друга детства. Встречаются на дне жизни. Ну, не день жизни, а прям донышко. Один актер-неудачник. Втюхивает бабушкам китайские сковородочки. Второй гопник с района. Не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины вот этого самого всего. Их не очень хорошего существования. Воплотить свои мечты. И для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже, которое находится в местном краеведческом музее. Заказчик детского ограбления, потомок того самого Фаберже. Это, конечно, в исполнении Стоянова. И у него своя мечта вернуть реликвии в семью. Все могло пройти удачно. И вот только один из друзей влюбляется в жену другого. Ну что, когда идем в музей играть? Спокойно. Я сейчас все расскажу. План такой. Какой? Если вас арестуют, я могу представлять ваш интерес у судья. Чувак из морга сказал. Нужно пару минут, чтобы все вырубились. Не волнуйся. Я долго могу не дышать. Смотри. Сейчас, сейчас. Просто давно не практиковал. Дальше у нас вопрос на миллион. И кто же осмелится бросить вызов двум российским кинокомедиям в борьбе за кассу этой недели? Третья кинокомедия. Не пугай меня. Нет. Не бойся. Рискнуть решили приключенческие ребятки из боевика Uncharted на картах не значить. Ох ты, вот это надо обязательно посмотреть. Сценаристы и продюсеры почти все из марвеловской шайки. Это ж по игре, правильно я понимаю? Да, 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 да. Вот эти вот все практически продюсеры и сценаристы работали над «Железным человеком», агентом «Щит» и над «Человеком-пауком» и так далее. Режиссер Рубен Фляйшер снял «Добро пожаловать в Зомби-Лэнд» и снял классный сериал «Диеты из Санта-Клориды». Про то, как Дрюк Берримор и Тимоти Олифант стали зомби. Забавный сериал. Так вот, вернемся к Uncharted. В главных ролях «Человек-паук» Том Холланд, что закономерно, конечно, с учетом бригады, которые снимают этот фильм. «Человек-стрелок» Марк Уолберг и «Человек-деспирадо» Антонио Бандерас. А это еще кто? Я? Я друг Салли. У Салли нет друзей, я знаю, я одна из них. Вы коллекционер? Да, балуюсь. А я не балуюсь. Моя семья ищет эти сокровища очень и очень давно. Столько крови. Он, типа, убить меня пригрозил. Не трогай ухо, выглядишь полным придурком. Хорошо. Вопросы у тебя есть наверняка же ключ? Конечно. Пользуюсь случаем, что я сижу на одном диване с буквально моим кумиром. Вот я не зря сказал, что меня напрягает обычно, когда... Я вижу слово в сочетании, российская комедия. Потому что очень много у нас несмешных людей, которым кто-то когда-то сказал, что они прикольные. И они поверили зачем-то в это. И вот прикалывается на экране, на сцене. Вот этот человек к ним не относится, потому что я еще с КВН, буквально его фанат, когда... Ну, просто нельзя не вспомнить этот момент, который меня буквально просто сразу пленил и расположил, когда... Я начинаю стесняться. Я смотрю, смотрю, ты говоришь, а я смотрю на Мишу. Он такой... Ничего, вопросы будем задавать? Да, вопросы будем. А то мы только все дифирамбой давай. Да, вот как раз про нашу Рашу. Кто образы придумал вот эти, Миша? Это ты придумал, либо у вас какой-то продюсер есть или что-то? Вот эти персонажи... Креативом-то все-таки, да, полностью. Так, смотря какие. Ну, конечно, в большей степени придумывал я образ, поскольку кому, как не мне, проще играть образ, который ты сам придумал для себя. То есть я где-то там в своих чертогах разума доставал эти образы, это отчасти были собирательные образы, где-то увидел одно, другое скрестил, где-то конкретного человека увидел, снял, показал, где-то ребята подсказали, попросили добавить что-то. То есть это и коллективное творчество, но в большей степени, конечно, эти все образы. Где же ты Гаде Петровича-то подсмотрел? Гаде Петрович, эту маленькую девочку мы действительно увидели, встретили, и нам было и смешно одновременно, и как-то и грустно, и мы поняли, что это надо показать. Это надо показать. Правда, не помнила, как ее зовут, и откуда? Нет, нет, она действительно потерялась, она просила компотик все время попить, компотик, компотик, мама ее потом нашла, естественно, мы как бы и плакали, и смеялись, понимая, что она, знаете, как говорится, это детская непосредственность, она очень сильно подкупает. Мы буквально за ночь написали этот номер, перекрестились, показали Маслякову, он очень сильно посмеялся, и все, это стало вообще прям пиком моей КВНовской карьеры. Понятно, что, ну вот это твое амплуа, не хотел бы когда-нибудь сыграть что-нибудь очень трагичное? Я почему спросил, потому что один из самых гениальных комиков мировых, ну на мой взгляд, в кино, это Джим Керри, ну действительно, и когда он сыграл фильм, который называется Трумэн Шоу, мы все поняли, что он и гениальный трагический актер тоже. Да. И это у него получается не хуже. Ну, конечно, любой клоун хочет сыграть драматическую роль, ровно как и наоборот, любой драматический актер хочет попробовать себя в комедии. Очень хочу, тут важно все-таки, чтобы звезды правильно сошлись, надо попасть в хорошие руки, хорошему режиссеру с хорошим сценарием, это все должно быть грамотно взвешено, правильно спозиционировано, хорошо с точки зрения маркетинга подано. Да, конечно, потому что есть же все-таки еще, ну как бы привыкаемость людей к образу, понимаешь, да, сложно очень стереотипы каждый раз. Да, люди думают, они будут, смотри, я буду сидеть грустно, плакать, а они говорят, как он плакал, ну вообще, Мишенька. Да, да, правда. А кто бы это мог быть из персонажей? Никто на ум не приходит, кто-то такой серьезный. Я уже отвечал на этот вопрос, мне хочется сыграть человека, страдающего деменцией, либо сыграть человека, у которого есть близкий друг, который страдает деменцией. То есть, по сути, мне хочется сыграть веселого человека, но чтобы люди смотрели на мою радость и плакали, понимаете, такая тонкая грань, когда ты не понимаешь, что ты забываешь. Для тебя мир не меняется, ты все помнишь, вроде как, тебе говорят, ты неправильно, ты что, забыл? Нет, я этого не говорю. То есть, он веселый, жизнерадостный человек, я не играю грустного человека, но ситуация вокруг меня становится очень печальной. Что-то такое. Да, философское. Закрутил. Да, не, 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 очень, очень, я надеюсь, что в этом здесь есть. Интересно, у меня, правда, мысль заработала в этом направлении. Вопрос к кинопродюсеру, к кинопродюсеру, от кинопродюсера. Скажи, как ты вообще действительно стал кинопродюсером? Потому что это все равно такое, ну, это другое, да, это серьезный шаг. Это другое. Это обязательство определенное. Что меня толкнуло, значит, создать кинокомпанию? К тому моменту, когда мне предлагали сниматься в кино, очень много сценариев, которые мне не нравились. Я понял, что, чтобы снять что-то хорошее, надо взять и самому снять что-то хорошее. В общем-то, ценные задачи у всех одни. Да, начал пробовать снимать с моим партнером, компания у нас «Фрэшфильм» называется. Начали мы с фильма «Подарок с характером». Очень хороший, кстати, фильм получился вообще. До сих пор очень много телеканалов, постоянно выкупают эту картину для показов. Вот, и поняли, что надо снимать свои картины. Потом мы уже и фестивальные картины начали снимать. У тебя очень красивая жена. Ты ее задействуешь в кино на своих проектах? Да, но чисто символически. То есть я не пытаюсь ее продвигать. Кушать подано, да, я поняла. Больше не дает ничего. Просто как бы, ну, вот в кадре сыграет. Вот тут секретарь сыграл, тут, значит, на кассе билетики продала. То есть чисто символически. А у нее нет амбиции, да, такой вот именно? Нет, у нее, главная ее амбиция – это семья и дети. Я думаю, это самое важное. Ну, на этой позитивной ноте попрощаемся с тобой, Константин. Да, спасибо большое, спасибо, Лена, за всю эту прекрасную встречу. Спасибо, Миша, спасибо, Лена, спасибо за теплоосвечительных приборов, что в студии в это холодное время... Я поняла, что тебе уходить отсюда не хочется, но извини. Как говорится, в гостях хорошо, а дома плохо. Но я все равно пойду к себе. Спасибо. Спасибо, Константин, счастливо. Вы смотрите «Север-шоу». Меня зовут Елена Севера. У меня в гостях Михаил Голостян или Супер Жорик. Так, ну, поговорим теперь и об этой твоей ипостаси. Да, ты выпустил уже пятый клип, пятый. Пятый уже? Да, это все называется как раз, крайне я посчитала. А, да, точно, пятый клип, да. Я убедилась, что все-таки каждый трек у тебя будет каждый клип. Ты обязательно будешь экранизировать все, что ты пишешь. Мне кажется, это настолько логично, поскольку все-таки мое амплуа подразумевает визуальность. Я же не позиционирую себя как певец. Ну да, чтобы выпустить альбом большой и пусть он... Да, я считаю, что Супер Жорик – это исполнитель песен. Ну, как Верка Сердючка. То есть я не преследую цели взять вершины каких-то суперчартов, получить граммофоны или тарелки. Я просто кайфую от того, что делаю, и веселю людей, и пою песенки. На этом все, нету никакой цели. Я певец. Вы если тебе предложат, допустим, страна, поедешь на Евровидение, поедешь? Обязательно. А, так, обязательно. Я же говорю, мне предлагают, я не смею отказаться. Ну как, я артист, и мне предлагают что-то делать. Вот, что носом-то воротить? Ну, корпоративы, концерты. Ты раньше больше выступал как артист-юморист. Сейчас больше тебя уже просят спеть или нет? Раньше действительно очень много на заказные мероприятия, так скажем, на дни рождения, на свадьбы заказывали юмористов, комиков. Сейчас я даже... Вот не то, чтобы я там перестал это делать. Я понимаю, что и других певец... Нет, я ни разу не встретил, чтобы какого-то юмориста звали на какой-то праздник. Нет, нет, я встречала, встречала, но именно как ведущий, соведущий, чтобы... Нет, ведущий, да. Но вот именно с блоком выступления, ну, наверное, может быть, есть такие... Да, 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 раньше, кстати, действительно было. А сейчас такого нет, мне кажется. Приглашают именно... Да, я работаю как ведущий, то есть я веду вечер, поддерживаю хорошую обстановку, и как певец тоже. А иногда люди говорят, мы хотим, чтобы вы провели, а потом еще, чтобы спели. И я в этот момент как ведущий говорю, а сейчас я приглашаю на сцену замечательного артиста. Да-да-да, прекрасно. Ухожу, переодеваюсь и выхожу супер с Жориком. Миш, ты прослушиваешь вообще новинки российского шоу-бизнеса? Ты в теме, ты следишь? Или вообще тебе это неинтересно? Речь о музыке идет, да? О музыке, да, о музыке, желательно русской, потому что мы на канале Рутова. Не, не успеваю просто. Ну, то есть это такой цели нет, да, задачи? Потому что, в принципе, в шоу-бизнесе пытаются. Я недавно с Пашу Блэкстар общался. Ну, он-то отслушивает все конкретно. Да, он говорит, ты не представляешь. 150 тысяч треков каждый день выходит. У меня мозги, я уже сам, говорит, не понимаю. Я уже не только себе, я понимаю, что это надо делегировать. Ну, невозможно. Огромное количество контента музыкального. Да-да-да. Я не настолько люблю музыку. Не, ну, потом, может быть, тебе это не нужно. Понимаешь, опять же, ты все-таки, у тебя и жанр другой, и... Ну, я соглашусь. Ну, хорошо, а, допустим, у тебя есть какой-то плейлист, который твой любимый, который ты слушаешь там, можно сказать, когда спортом занимаешься, но вряд ли, ну, за рулем, допустим. У меня есть плейлист, но я настолько вот разноплановый такой там в смысле слушатель. Ну что, у тебя классика тоже есть? Да. Да? Вот если у меня был сейчас телефон, я бы показал плейлист. Вообще все разное. Начинается там от Розенбаума, потом идет детская песня, потом идет в юном месяце апрель, потом Джей Ло, потом Джей Зи, потом, значит, День Победы, потом саундтрек, потом классика. Ну, то есть абсолютно разная музыка вообще. Вообще разная. Ну, хорошо, у нас с тобой сейчас есть возможность выйти на связь со студией Русской Радио и пообщаться с радиоведущим Антоном Юрьевым. Антон, привет, как слышишь меня? Леночка, приветствую, дорогая. Жорик Баррин здесь, дорогой. А простите за мой английский. Антон, мы сегодня говорили о том, что артистам шоу-бизнеса, ведущим, нужно быть эрудированным человеком. Тебя не тестировали на IQ? Леночка, да меня как только не тестировали. Ты знаешь, слава богу, в наше время большинство тестов у меня отрицательные, вот, а на IQ тест был положительный. Он есть. Вот, сколько, не скажу. Антон, тогда задавай вопрос Жорику. Жорик или Михаил Сергеевич? Кстати, легко ли жить людям с таким именем-отчеством? Вот. И легко ли жилось людям с таким именем-отчеством? Вот, как только произносишь, а тебя раз и подтрунивают. Михаил Сергеевич, Горбачев, что ли? Или так никогда не было в ни одному, потому что я старый, пришла такая высокоэрудированная мысль? Ну, я в какое-то время хочу отметить, что жил вообще с именем-отчеством Гадя Петрович Хренова, поэтому мне после этого любое имя-отчество не страшно. Я могу быть и Михаил Сергеевичем, фамилия у меня тоже на Г начинается, если что. И Жориком Вартановичем, и Супер Жориком могу быть, поэтому... А вообще было такое на самом деле? Ну, что как-то так... Ну, конечно, люди же видят, и они сразу, кого любят, того и... О, Равшан, ой, гадя, ой, Жорик, ой, что... Я для них, ой, этот вот, кого они любят. Хорошо, Антон, что тебя еще интересует? Леночка, у меня еще два интереса, с твоего позволения. Итак, интерес первый. Кому и зачем, Мишенька, ты раздавал люлей? Хороший вопрос. Да, действительно, мы в этом году открыли заведение, стритфуд. Под названием «Кому люлей?». Мы делаем по очень хорошей рецептуре, замечательные, такие, так скажем, люляшечки, очень вкусные. И наша рекламная кампания основалась на том, что пришло время раздать им люлей. Вот, ну, мне кажется, аудитория оценила по достоинству этот, так скажем, маркетинговый ход. А еще у тебя вопрос был какой-то, да, интерес? Миша, ты участвуешь в экстремальном проекте в Африке. Там участников как только не мучают, даже Бузову мучают. А вот ты сам пробовал хотя бы там на воздушном шаре полетать или что-нибудь экстремальное сделать? Для меня самый большой экстрим. Я лечу в Африку с Бузовой. Что вы от меня еще хотите? Согласна. Как еще вы хотите меня испытать? Подождите. Я стою с ней рядом и веду шоу. Какие еще хуже испытания вы хотите? Ой, тут сильно, да. Ну что же, Антон, спасибо, будем на связи. Леночка, всего наилучшего. Жорик, с тобой по-армянски. Auf Wiedersehen, meine liebe Freunde. Хороших выходных. Ну что, Миша, я хочу сказать, что время пролетело целый час вообще просто молниеносно. Ну, если у тебя есть что сказать нашим телезрителям, прошу сюда, Натя, да, камеру. Да что сказать. Любите друг друга и берегите себя. Всем здоровья и до новых встреч с экранов телевизоров. А мне тоже пора прощаться. Думаю, что вам было не скучно у экранов своих телевизоров. Увидимся через неделю. Меня зовут Елена Северина. Прощание для вас снова поет Атмак. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok